Здравствуйте ребята! Произошел такой сегодня казус. Ну начал вчера еще происходить. Сегодня до конца произошел. Ну что, есть такой у нас тонометр для измерения давления. И что получилось? Я это уже пропустил, потому что кто встретился с этими, знает или встретится, то это не главное. Главное, что я буду потом делать. Высвечивается E1, то есть не накачивается вот этот манжет, не накачивается, пропускает. Определенно там несколько давления поднимается и потом высвечивается E1 и авария. Значит, что я сделал? Есть такая манжета. Я что сделал? Предварительно разобрал, посмотрел в интернете, что там делает, как ремонтирует. Но потом, кажется, разбирать его не нужно было. Манометр, термометр, манометр, манометр. И значит, что я сделал? Я вот отсюда отсоединил вот эту трубку. Вот она отсюда отсоединил и так просто взял и сам сюда так начал дуть. Слышу, где-то идет, пропускает, значит, манжета вот эта или как она там пропускает, воздух пропускает. Вот, выходит и поэтому она не накачивается. Значит, что пришлось вот здесь вот, значит, я как обнаружил вот здесь вот где-то, где-то вот здесь внутри. Вот, значит, пришлось здесь вот распороть, вытянуть вот эту вот штуку, которая накачивается. Вот она, видите? И что обнаружилось? Обнаружилось вот здесь вот, 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 вот в этом месте, вот она еще, видно, да? Вот, вот она. Дирочка, 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 вот здесь вот. Но что, что самое печальное? Потому что вот эта вот штука не резиновая. Заклеить ее невозможно. Это какая-то клеенка или какая-то пластик какой-то. Ну, я не знаю, может быть, он и клеится, но я, я не вижу в том смысла, что его клеить. Вот, и как клеить, я не знаю. В общем, я вспомнил свое детство и решил заклеить, заклеить, заделать вот это отверстие по-своему. Значит, для этого что нам понадобится? Ну, велосипедная камера. Мы в детстве велосипедные камеры так клеили, вот таким образом, как я сейчас покажу. Сейчас велосипедная камера вот такая вот, обыкновенная, уже негодная. Значит, вырезаем от нее вот такие вот штучки, вырезаем закорючки, вот такие вот. Понадобятся, значит, нам ножницы, чтобы вырезать, вот. Ну, пинцет пока не нужен. Вот, шайбочки различные, монетка можно, вот шайбочки вот такие прямоугольные, вот такие вот разные всякие. Ну, чем больше, тем лучше, значит, даже вот канцелярская скрепка, это, ну, не скрепка, а кнопка, кнопка вот такая вот. Ну, ладно, это не главное. Главное, что мы будем сейчас делать? Сейчас надо вот эту вот штуку нам заделать так, чтобы она работала. Как я сказал, клеить нет возможности. Ну, как я сказал, возможно, клеить нету. Клеить, значит, мы что сделаем? Я что сделаю, то сейчас по все уберем, так, чтобы она на пол не упала, потом, значит... Я взял, нашел вот такую себе шайбочку, вот видите, можно соцельную, можно вот такую вот обыкновенную шайбу вот, и согнул ее вот так вот, видите, вот она. Согнул ее и вырезал два, вырезал кружочек и разделил на лапапам, на лапапам. Разделил его, сейчас посмотрите, зачем. Так, еще нам понадобится где-то я черный фломастер приносил, вот он, видите. Значит, что мы делаем? Значит, можно вот эту шлангку пока временно снять, чтобы она нам не мешала. Она не хочет сниматься, а то снимается, я же снимал уже ее. О, видите, вот так вот. Трубочку, эту шлангку убираем, значит, вот нам сюда был доступ. Теперь, значит, фломастером намечаем напротив вот этого, где у нас тут отверстие, дырка где получилось у нас. Вот она, вот она, если видно, вот она. Значит, отмечаем, вот так берем и центр ее вот так вот намечаем, но сейчас поймете зачем. О, наметили. Так, это мы убираем. И теперь берем что? По центру, значит, где у нас шайбочка, вот она. А, я же не сказал, что понадобится либо наковаленка с этим самым, с молотком, либо плоскогубцы, вот такие вот щипцы может понадобиться, значит. И что мы делаем? Берем и вот эту вот шайбочку одну сгинаем вот таким вот образом. Теперь берем вот сюда, прокладываем резинку, вот так вот. Резинку прокладываем вот для того метка, чтобы центр не сбиться нам с центра. И вот так вот по центру ее прикладываем, вот. Может быть, можно как-то пропаять там, ну, кто-то так ремонтировал, напишите в комментариях, что может вы паяли, может быть, я неправильно, надо было лучше запаять и все было хорошо и красиво. Ну, я вот так вот сделал, буду делать. Значит, по центру берем вот эту шайбочку изогнутую, тоже так по центру прикладываем вот ее, смотрим, чтобы она по центру была. Вот. И что мы делаем? Берем клацкогубцы, вот, и придавливаем вот эту шайбу. Может быть, надо было все-таки клеем помазать бы, чтобы вот эти латки, латки, вот эти вот резинки не сползали. Главное, чтобы их вот так вот под этот, под краешек и шайбочку вот так вот. И придавливаем вот так вот, видите? Все. Продавили и хорошенечко обдавили. Вот это вот. Краешки хорошо придавили. Можно вот этими, я говорю, щипцами вот этими придавить, вот так вот. Посильнее, покрепче. Вот. Главное, чтобы она не разогнулась. Можно медную, можно, ну, алюминиевую нежелательно может разогнуться. А вот железную. Значит, зачем мы резинку сюда, резину я подложил. Потому что, когда будет надуваться, чтобы вот эта вот не об шайбу, она не терлась и с этой, и с этой стороны. Вот видите, так. Чтобы резинка препятствовала вот это, ну, как бы, касаться к металлу, и она дольше продержится. Но насколько она будет долго держаться, это я не знаю. Может, придется его раскрыть еще. Может, кто-то подскажет, как по-другому сделать. Тогда я вот это все расковыряю и сделаю. Может, пропаять надо будет. Ну, сейчас мы возьмем это все дело и проверим, как же у нас это все получилось. И сейчас проверим, как же он работает. Качает, видите, как трещит, а что-то. О, так сильно качает. Что это у меня за давление? Что там? Не знаю, что-то накрутило такое давление, что ой-ой-ой. Да? Ну, может, я волнуюсь, что я отремонтировал и волнуюсь. И такое большое у меня давление по этому. Да, я волнуюсь, сердце тарабанит он. Пульс показывает, нет? 169, давление. Сейчас будем лечить. Да? А ну давай задом перемири. Успокойся. Включаем. Музыку надо ставить. Может, мне надо коньяку выпить, как видите, чтоб это, чтоб давление? Да, да. А чё тебе так? А? Давление у тебя. Ну да? Угу. А состояние какое? Волнуюсь я, конечно. Да? Ну да. Волнуюсь я. Понятно. Сколько? 167, да? 167. А ну-ка ещё, вздохни несколько раз. Как новый, не новый, но сколько. И всё раздни. И всё. Лобокое. Даже можно дыхание немножко. Можно даже задержать дыхание. Уже задержал. Да? Ну, посмотрим. Сколько сейчас? Уменьшил ты? Не, не уменьшил. Не, немножечко уменьшил. Немножечко уменьшил. По-моему. Вот так. Не знаешь, что у тебя давление-то, да? Вот это я наремонтировал. Вот это я отремонтировал, блин. Соби давление накрутил. 169. Ну и сейчас проверим. Это твоё давление, да? Да. 169 на 103. Да. Сейчас моё давление. А то, может быть, кто его знает. На одной, одна и та же. Ну, тут где-то пропускала. Вот тут пропускала. Сейчас. Угу. Нет, у меня давление нормальное. Я уже вижу. По тому, как оно остановилось. На какой цифре. Ну, ты же уже знаешь, ты же уже опыт. Конечно. Каждый день мере. Угу. Поэтому и дырки. Да. Дырки, дырки в одном месте. 137. Ну, для меня нормально. Вот так вот, ребята. Поставил резиновую шайбу. Эту самую латку. Это без клея. Приткнул, придавил железной металлической шайбочкой. Всё работает. Благодарим за внимание. Ремонтируйте сами. Не носите в мастерскую. Покупайте новые. Желаю крепкого здоровья. До свидания. Удачи. А чего покупайте новые?